Условия, приближенные к армейским, подростков не пугают. Скорее наоборот, уверяют кураторы детского лагеря. Боевая 38-я часть. Всё абсолютно реально, график военных не меняется, группы школьников просто подстраивают под местное расписание. И получается настоящий армейский день. Есть возможность даже попрактиковаться стрельбе или примерить парашют. В любом случае парашют всегда раскроется. Всё зависит от того, как военнослужащие именно уже укладывают. Или посидеть в БТРе, который только вернулся с учения, навести цель. Ведь веселее, чем послушать лекцию о том, с какой скоростью или какие препятствия может преодолевать боевая машина. С детства увлекаюсь военной техникой. И увидеть это вживую, и посидеть на кабине пилота, покрутить башню. Это очень интересно. Собирать разбирать автомат старшеклассникам уже приходилось. А вот оптику видят впервые современные. Причем белорусского производства хорошо зарекомендовало в бою. Я ходил недавно в военкомат, и меня определили в десантные войска. На самом деле, я давно мечтал о чем спрыгнуть с парашюта. Это такая сокровенная, можно сказать, мечта. Программа насыщенная. Военные не жалеют ни времени, ни знаний. И если интерес мальчишек можно было ожидать, то для девочек армия открытия. Красавица, не забудь-ка. Собаки – главное армейское впечатление. Для малышей первоклашки не отходят от служебных псов. Те, хоть и не привыкли к такому вниманию, ради детских улыбок готовы потерпеть. Она выполняет задержание, конвоирование, ищет людей по запаховому следу, ищет людей по запаху предмета, предметы по запаху людей. А что она может сделать то, чего не сделает человек? Она не придаст. И чтобы закрепить впечатление об армии – знакомство с бытом. Где живут, что едят, спортивная подготовка в общебудни военных. На заметку нормативы, которые должен выполнять каждый солдат. Ведь сегодня школьники, а завтра рядовые и сержанты. Вполне возможно, придут служить именно в элитные войска. В первую очередь показать, что армия – это не то, что не страшно, это просто интересно. Это нужно, это здорово. И для того, чтобы постичь все предметы – метание гранат, стрельба из различных видов вооружения, десантирование различными способами – это кусок работы, которому надо научиться. Каждый день десант на штурмовой бригаде под Брестом расписан буквально по часам. Планы на три месяца лета. В день бывает 400 человек – школьники со всего региона. А с понедельника шутят в бригаде – прибудет тяжелая артиллерия. Начнется лагерная смена для трудных подростков. Впрочем, сложности здесь не боятся. И уверяют в жизни, как и в бою, все зависит от того, правильно ли наведена цель. А где, как ни в армии. Этому могут научить лучше всего. Ирина Никитина, Юрий Титов. Наши новости. Брест. Субтитры создавал DimaTorzok